Председатель молодежного парламента при Государственной Думе Российской Федерации среди тех молодых людей, кому не безразлично будущее Перми и Края. На 10-ю Всероссийскую Ассамблею молодых политологов в столицу Прикамьи она приехала с целью обмена опытом, выслушать и подсказать. Сейчас, например, обсуждаем активно тему трудоустройства, потому что эта тема теперь на слуху и на контроле, и по безработице среди молодежи. Ей высказались несколько интересных проектов, несколько интересных идей. Надеюсь, что в скором времени мы это упакуем и сможем презентовать. Но самая главная задача приезда в любой регион, это, конечно, еще раз поговорить с ребятами, услышать, что их волнует, и дать им со своей стороны основные направления, тенденции, по которым сегодня развивается молодежная политика. Проекты региональных молодежных организаций носят все более прикладной характер, отмечают участники Ассамблеи. Сборник задач по истории России направлены на проверку знаний по этому поводу. предмету и разработанную пермскими ребятами Мария Воропаева обещала представить в Москве и транслировать в других субъектах федерации. Я вообще на самом деле считаю, что убеждена даже в том, что патриотизм молодым людям нельзя навязывать, им нужно заражать. Уже в следующем году перемены коснутся и главного представительного органа молодежи Перми, Совета при Городской Думе. Он будет преобразован в молодежный парламент. Теперь молодежным общественным объединением города, Советам старшеклассников, студенческим профсоюзам и другим активистам будет проще. Представлять свои проекты на федеральном уровне считает председатель Думы Юрий Уткин. Мы изначально в принципе выбрали правильную конфигурацию, когда каждый член молодежного совета заходит с каким-то социально ориентированным проектом. И за пять лет более ста проектов, которые, я очень надеюсь, что часть из них будет тиражироваться теперь на всю страну. Сейчас в планах объединить активную молодежь не только на региональном уровне, но и на федеральном. Сегодня уже практикуется подобная тактика. Посредством интернета ребята из разных городов России советуют запускают новые проекты. В ближайшее время список активистов дополнят и пермики. Татьяна Александрова, Андрей Соловьев, телекомпания «Ветта».